Виктория Третьяк Силы АТО продолжают активные действия по ликвидации террористов на востоке Украины. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Так, 80-я аэромобильная бригада уничтожила боевиков и вооружения в районе Успенки Луганской области. Также боевые действия проходят возле Красного Яра. Банформирования продолжают обстреливать украинских военнослужащих, в частности, с территории России. Из градов наемники открывали огонь по силам АТО близ Новоанновки, Вергунского разъезда, Стукаловой балки, а также трижды в районе аэропорта в Луганске. Из минометов обстреляны блокпосты возле Камышного и Мелового. Еще 48 военных вернулись в Украину с территории Российской Федерации. При этом еще 5 остаются по ту сторону границы. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, пообещав вернуть их оттуда в ближайшее время. Напомню, 72-я и 79-я бригады вооруженных сил Украины фактически находились в окружении и подвергались регулярным артобстрелам, как со стороны боевиков с территории Украины, так и с Российской Федерации. Более 400 военнослужащих, принимавших участие в АТО в восточных областях, пересекли с 1 по 4 августа границу России, спасаясь от превосходящих сил боевиков. По информации СНБО, российские следователи выбивают из украинцев признание в целенаправленном и умышленном обстреле российской территории. По оперативной информации, против 18 наших военнослужащих возбуждены уголовные дела. В отношении пяти украинских офицеров российский суд применил меру пресечения в виде ареста. Добровольческий батальон «Айдар» в будущем может стать спецподразделением вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр обороны Валерий Гелетей в ходе рабочей поездки по местам дислокации подразделений вооруженных сил Украины. В частности, он встретился с личным составом 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» и принял решение более интенсивно задействовать его при выполнении боевых задач АТО. Для этого подразделению предоставят дополнительное вооружение, в том числе и военную технику. Личный состав пройдет переаттестацию, в результате которой отберут лучших бойцов. Три летчика из украинского санитарного вертолета Ми-8, сбитого террористами накануне в районе Саурмогилы, ранены. Они находятся в больницах на территории, которую контролируют силы антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр АТО. Напомним, также в четверг террористы сбили украинский истребитель МиГ-29 над Янакиево. Пилоту удалось благополучно катапультироваться. Сейчас ведутся спасательно-поисковые работы и выясняется, из чего был сбит самолет. Вторую фазу поисков на месте падения малазийского лайнера обсудят на следующей неделе. Об этом сообщают в пресс-службе Госкомиссии Украины по расследованию авиакатастрофы Боинга-777. Первую фазу поисков международные эксперты завершили в связи с угрозой жизни членам группы со стороны террористов. На данный момент не удалось исследовать как минимум три территориальные зоны, где находятся обломки самолета и останки тел погибших. Теперь большая часть международных экспертов покинет Украину. Уже за границей они примут решение, когда именно можно будет начать вторую фазу поисков. При этом специалисты рабочей группы по проведению расследования пришли к выводу, что в перерывах между фазами поисков необходимости прекращать огонь в зоне падения самолета нет. СБУ установило, что в день крушения малазийского Боинга наемники планировали теракт против самолета аэрофлота. Это бы стало поводом для вторжения России в Украину, заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. Напомню, в авиакатастрофе над Донбассом погибло около 300 человек. Международные эксперты вынуждены прекратить поиск тел погибших из-за обстрелов террористами вместо крушения авиалайнера малазийских авиалиний. Именно в тот день, 17 июля, в то же время военные наемники и террористы из Российской Федерации планировали террористический акт против пассажирского самолета аэрофлота рейс АФЛ-2074, который следовал по маршруту Москва-Ларнака. Этот циничный теракт планировался как раз, когда самолет пролетал над нашей территорией. В то же время, в тот же день. И теракт планировался военными преступниками, как повод для дальнейшего военного вторжения с Российской Федерации. В Донецке ситуация напряженная. Ночью во всех районах города были слышны взрывы, залпы из тяжелых орудий и автоматные очереди. Сообщение о жертвах ночных столкновений пока не поступало. Напомним, вчера в результате обстрелов террористами жилых кварталов Донецка погибли 4 мирных жителя, еще 18 получили ранения. По данным СНБО, во веки целенаправленно обстреливают жилые кварталы и разрушают инфраструктуру. Таким образом, дискредитируя украинских силовиков. 99% жителей Славянска уже обеспечены водой и электроснабжением. Спасатели совместно с коммунальными службами города возобновили электроснабжение во всех 14 микрорайонах города. Вновь подключены к электросетям славянский гурсовет, больницы и управление государственного пенсионного фонда. Возобновили работу хлебзавод, торговые супермаркеты и прочие важные объекты инфраструктуры. Также повсеместно восстановлено водоснабжение, а городская котельная готова к отопительному сезону. При госзакупке лекарств для армии были обнаружены существенные нарушения. Об этом заявляют в пресс-службе генпрокуратуры. В единый реестр досудебных расследований внесены сведения о наличии в действиях должностных лиц Минобороны признаков уголовного преступления по статье «Халатное отношение к выполнению служебных обязанностей». Так, в мае 2013 года Минобороны начало процедуру закупки лекарств. Участие в открытых торгах тогда приняло 11 предприятий. После этого результаты торгов были отменены, а в сентябре-ноябре организованы повторные торги. При этом количество участников и лотов было искусственно сокращено, что привело к увеличению стоимости лекарств. В результате размер расходов бюджетных средств на их закупку вырос на 2 миллиона 800 тысяч гривен. Канада отправила в Украину военное оборудование и снаряжение. Речь идет о шлемах, защитных очках, бронежилетах, аптечках, неотложной помощи, палатках и спальных мешках. Об этом сообщил премьер-министр Стивен Харпер. Это только первая партия груза. Всего запланировано несколько поставок снаряжения на сумму 5 миллионов долларов, которая поможет обеспечить безопасность Украины и ее восточных границ. Совбес ООН проведет сегодня заседание по ситуации в Украине. В центре внимания будет доклад помощника Генсека организации Ивана Шимановича, который расскажет о ситуации с правами человека в Украине. Заседание, которое инициировала Литва, состоится в 17 часов по Киеву. Последний раз Совет Безопасности Объединенных Наций обсуждал ситуацию в Украине 6 августа. Тогда его члены не поддержали предложение России направить в Донецк и Луганск конвой с гуманитарной помощью. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов останется под стражей. Такое решение принял Мосгорсуд в ответ на апелляцию защиты с просьбой отменить решение о продлении ареста. Адвокат Сенцова наставил на том, что арест режиссера в Симферополе был незаконным при участии нелегитимных судей прокурора и адвоката. Ранее Лефортовский суд продлил Сенцову меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца. Украинского режиссера Сенцова, которого обвиняют в якобы подготовке терактов, российские правоохранители задержали в Крыму 11 мая. А уже через неделю перевели в московское СИЗО. Кроме Сенцова, российские спецслужбы на территории Крыма задержали еще троих человек. Им якобы инкриминируют участие в диверсиях. Дмитрий Медведев обязал в соцсети устанавливать оборудование для ФСБ. С его помощью спецслужбы и правоохранительные органы будут осуществлять свою разыскную деятельность. Интернет-ресурсы будут обязаны внедрять оборудование согласно плану, разработанному ФСБ. По мнению экспертов, такие мероприятия облегчат спецслужбам поиск людей, которые написали тот или иной текст или комментарий. Народ, умеющий думать, уже прозрел окончательно. Из зоны боевых действий на востоке выезжают не в Россию, а в другие регионы нашей страны. Для детей, вынужденных переселенцев, в Киеве музей Пирогова провели уникальную благотворительную акцию. Малыши получили возможность поучаствовать в различных мастер-классах, поиграть в спортивные и логические игры. Побывала на мероприятии и наш корреспондент Тамара Кононенко. В живописном уголке Украины в Национальном музее архитектуры и быта Пирогова расположился вот этот палаточный лагерь. Сегодня здесь отдыхает около сотни детей, выехавших из зоны АТО. И сегодня активисты устроили для них настоящий праздник. Лагерь в Пирогово поистине уникальный проект. В двухнедельную программу одного заезда входит проживание, питание, экскурсии, спортивные игры, мастер-классы. Большинство отдыхающих детей – это переселенцы с востока и сироты. Их пребывание здесь оплачивают различные благотворительные организации и неравнодушные украинцы. Те эмоции и те переживания, которые они испытали, фактически это были совсем не детские переживания. Это был страх войны, страх бомбардировки. Соответственно, из-за этого дети не совсем спокойные. Наша цель – это разнообразные педагогические практики, все игровые, все спокойные, которые позволяют детям снова вернуться в свое детство и снова улыбаться. Детьми работают не привычные воспитатели и волонтеры, а дети постарше. Скауты – участники творческих коллективов из Донбасса. Например, 16-летняя София учит детей создавать необычные обереги. Мы делаем обереги, чтобы показать детям, что они защищены. Вот они делают такие маленькие обереги, которые они смогут привезти домой, поставить там где-то у себя в комнате. И опять же, просто хорошее воспоминание о лагере. Просто баночкой мы насыпаем в нее крупу. Вот разная крупа – это что-то разное. Например, бобы – это сила, рис, горох – это дружба, мир. В лагере царит особая атмосфера. Дети играют, улыбаются, общаются со сверстниками. Хотя еще вчера под своими окнами они слышали настоящие взрывы. О квесте многие из них говорят с восторгом. В квесте это очень замечательно. Это командная работа. Больше подружился с друзьями. И они со мной. Тут прикольно было делать обереги, искать клад. Я уже нашел несколько друзей здесь. Все очень дружные. Вот сегодня на этом квесте были уже там домик, сокровища искали, песни пели. Я был в лагере в Торезе. Там, конечно, было не так круто, как здесь. Здесь намного круче. Приехала сюда в лагерь в первый раз. Мне очень понравилось здесь. Нравится, как здесь кормят, вожатые. Нашла много друзей. Однако не стоит забывать о том, что все дети, находящиеся в лагере, школьники. Поэтому, как бы хорошо им не было сегодня здесь, на природе, 1 сентября все они мечтают вернуться домой и пойти в свою родную школу. Тамара Каноненко, Данил Городецкий, БТБ. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи.